Перед каждой композицией мы будем рассказывать, как встречать год в данном стране. Я начну с Греции. Новый год Греции встречают с 31 декабря на 1 января. То есть, соответственно, точно так же, как у нас. Рождество у них предшествует к Новому году и отличается с 24 на 25 декабря. А в Древней Греции все было еще интереснее. Новый год обмечали в самый длинный день в году, 22 июня. Так как летоисчисления Греции привели от первого дня Олимпийских игр. Праздник 1 января Греция совпадает с Днем Святого Василия. Он, собственно, выполняет роль Деда Мороза и считается покорителем всех малоимущих. Подарки Деда Мороза, то есть Святого Василия, у них складывают башмачки. Дети два раза спать и оставляют башмачки, чтобы на утро в них найти подарки. Так же у них существует множество интересных традиций. То есть, например, в полночь с 31 на 1 число нужно выйти во двор дома и разбить об стену граната. Соответственно, если зерна граната устилают весь пол, то это считается очень хорошо, что год будет богатым и семье будет достаток. Также принято ходить в гости, и когда Греб идет в гости, скажем, к своему соседу, он берет с собой камень. Если камень большой, он кладет его во двор дома и желает, чтобы у хозяина в новом году было столько же много богатства, насколько велик этот камень. А если камень маленький, то он говорит, что пусть бельмон у вас у хозяина будет такого же размера, как этот камень. И так же еще существует традиция обменивания фотиками. Фотики, это совершенно не фотоаппараты, это на самом деле такие палочки длинные, и на них нанизаны инжир, сухофрукты. И в конце палочки они прикрепляют свечку, собственно, как символ света, добра и вот чего-то хорошего, и объединяются этим палочками друг с другом. Мы называем «Овес», думаю, она называется «Воснимание «Овес». И это все морские pineки, которые предлагают pegar с моим проектированиемóstise книжки. Как и все еще Indigenous папочки, чтобы почта у них оставить, как legacy они в океи Y Invеча, и разбив интересно Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 С вами во Франции. Начиная с 12 века, во Франции появилась такая традиция в канун Рождества изготовлять всей семьей во дворе дома, собственно, из свежей древесины, как правило, это было вишневое дерево, рождественское поливо. Называлось оно «Буш де Ноэль». И с определенными церемониями его торжественно заносили в дом. Глава семьи поливала маслом и подогретым вином, и вся семья сдавала молитвы. А затем маленькие девочки поджигали это полено, прямо в камине. Постепенно традиция сжигания полена отмирала, хотя сегодня в некоторых домах, в которых есть камины, ее придерживаются. Но большинство французов украшают свой стол маленьким макетом «Буш де Ноэль». И оформляют в виде рождественского полена некоторые блюда. Так, например, в наши дни это праздничный шоколадный рулет, украшенный сахарными фигурками и листьями. А сейчас мы сыграем для вас знаменитый вальс французский «По небу в Париже». «По небу в Париже» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, или нет. Правильно, или нет. Хорошо? Да. Расцвели среди мороза на сосне большие розы. Их в букет собирают и снегурочки вручают. Нет. Хорошо. Дальше. Со снегуркой снеговик к детям приходить привык. Любит он стишки послушать, а потом конфеты кушает. Нет. Дальше. Хорошо. Внимательно слушайте. Дед Мороз зимою тарит и под елочкой скучает. От него осталась лужа. Правильно вам совсем не нужен? Нет. Хорошо. А сын? Так, что там посложнее вам было? Не растут зимой поганки, но зато катают санки. С ними радостно детишкам и девчонкам и мальчишкам. Да. Хорошо. Хорошо. Так. В январе метут метели, наряжая снегом ели. Зайчик в шубке своей белой по лесочку скачет смело. Да. И последний стишок. В новогодний праздник славный, кактус для детишек главный. Он зеленый и колючий. Елочки намного круче. Нет. Нет. Дальше мы сможем отправляться смело на Украину. На Украину. Значит, я расскажу про Украину. В принципе, современные традиции встречи Нового года на Украине сложились в советский период, поэтому там, в принципе, то же самое, что у нас. Больших отличий нет. Отличие только в том, что на Восточной Украине встречают больше Новый год, а, соответственно, на Западной Украине принято праздновать Рождество. Практически, в ближайшее время всей истории, украинцы отмечали Новый год с 31-го на 1-е число. То есть это было в то время, когда Украина была частью Великого княжства Литовского, также Речи Пасполитой, и потом уже, соответственно, когда мы присоединились к Российской Комперии, Кёртон-Первый указывал закрепью праздновать с 31-го княжа на 1-е января. Этот канун Нового года назывался «Щедрый вечер». Дети ходили по домам и пели песни «Калятки» или «Щедровки». А в награду за музыкальное представление взрослые давали им вымеченные из тестов фигурки животных Сейчас мы исполним для вас песню украинскую, которая называется «Цвитер ферен». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Цвитер ферен» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы с вами перенесемся в Америку. Эта страна является бесспорным лидером в количестве иллюминаций разнообразных, украшающих дом в рождественские праздники. Фасад и крыша сверкают множеством ярких гирлянд, а перед домом устанавливаются фигурки оленей, Сантерлауса и Иисуса. На входной двери обязательно вешается вино из хвои, обвитый красными лентами с украшением в виде полосатых резинцов. Американцы – та нация, которая едва ли не больше всех получает и дарит подарки под праздник. Их складывают под елку в течение всей праздничной недели. В рождественскую ночь дети получают сюрпризы также еще и от Санта-Клауса. А ребята оставляют Санта-Клаусу под елкой различные лакомства, на случай, если дедушка вдруг проголодается. Ну а сейчас мы исполним вам экспромт в стиле кадра. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пойдем инструментик ДИНАМИ 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 Какое прозвучит? Барабан. Барабан. Молодец! Что-нибудь из... Женя, да? Что-нибудь Женя может посложнее. Кастаньеты. Барабан. А сейчас что прозвучит? Все, да. Молодец. Так, а что-нибудь очень сложное можете сыграть? Женя, мы теперь самый сложный инструмент нашли. Классно, какой же это инструмент. Классно, какой очень. Посмотри! Какой же это таинственный инструмент. Праздник волшебных волков. Этот праздник отмечают с 6 на 7 января. И все дети ждут, что к ним ночью придут добрые волшебные волковы и подарят им подарки. Все дети готовят старый башмачок, ставят его в коридоре, пишут письмо, вставляют этот башмачок. А в письме они рассказывают, что же доброго и хорошего они сделали в этом году. И если дел хороших очень много, то тогда волковы оставляют ночью для ребенка очень ценный и желанный подарок. Сейчас мы вам сыграем народный танец аргентинский, который называется «Танго». И написал его аргентинский композитор Карлос Кардель. КОНЕЦ 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 О том, как празднуют Рождество и Новый год на Балканах. Про две страны, про Болгарию и Румыну. Они находятся рядом друг с другом, поэтому у них очень похожие традиции. И народы этот православные, и Болгары, и Румыны. И поэтому они на Рождество, и перед Рождеством выходят в деревню, в какой-нибудь маленький свой город, и стучатся в двери, поют калярки разные. И за это им хозяева должны давать какие-то конфеты, вкусности, пироги. Но болгарские молодые парни, они еще срывают ветки кизила, их очищают и просят хозяев повернуться к ним спиной. И когда они к ним поворачиваются, они их бьют этими палками кизила, чтобы выгнать злых духов. А в Румыне, и тоже в Болгарии, и на Новый год, еще очень важно, они празднуют Новый год очень громко. Громко поют, громко разговаривают и вообще шумят. Не только потому, что это радостный праздник, и все собрались всей семьей, но и даже потому, что надо выгнать из дома злых духов, которые остались в прошлом году, и чтобы в Новом году дом был чистый. И 1 января нельзя выбрасывать мусор, потому что ты можешь выкинуть что-то ценное, а самое главное, ты можешь выкинуть кузачу, которая тебе ждет в следующем году. Уже в наступившем. И нельзя выходить из дома, пока в дом не зайдет брюнет или шатен. Потому что у них в Румынии и Болгарии считается, что брюнет и шатен – это к счастью. Вот пока он не зайдет, выходить нельзя. И сейчас мы вам предлагаем две мелодии. Один румынский танец или нет танец. И болгарскую песню. Болгарская песня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА